Олимпийские материнские игры в 2014 году были ввести в городе Сочи. В Сочи и Гватемалой было подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь в своём кабинете Анатолий Пахомов принимает полномочного посла республики в России. Герберту Эстуардо интересно узнать, какие изменения издвиги произошли в Сочи. За это время курорт стал популярным во всех странах. Туристы хотят увидеть олимпийские объекты, познакомиться с богатым наследием, окунуться в чистое море и прокатиться по известным горнолыжным трассам. На несколько дней, что пробудет здесь посол, уже подготовлена интересная экскурсионная программа. Я надеюсь, что вы в полном объёме прочувствуете наше гостеприимство. Зарядитесь новыми положительными эмоциями и увидите наш прекрасный город. Очень приятно, что мы поддерживаем дружеские отношения. И я уверен, что наше сотрудничество продолжит и дальше. И мы всегда рады принимать в городе Сочи представителей Гватемалы. Почётный гость, в свою очередь, передал мэру письмо с приветственными словами и наилучшими пожеланиями от президента Гватемала. Также подчеркнул, что их государство намерено активно сотрудничать с Сочи в отраслях культуры и туризма. Мы хотим сблизиться с послами не только Гватемалы, но и Латинской Америке к Сочи и быть здесь. Мы с коллегами хотим работать над продвижением натурального и торгового обмена между странами. Планируем открыть консульство Гватемалы в Сочи. Я постараюсь сделать презентации в ваших университетах, рассказывать о богатой истории, объединявшую Россию и цивилизацию майя. У нас много задач и в туризме, и в культурных аспектах. Мэр Сочи готов работать над укреплением дружественных и деловых связей с Попротимской республикой. В ближайшее время намерен посетить Гватемалу с делегацией, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Встреча завершилась обменом подарками. Герберт Эстуарда в честь 70-летия непрерывной дружбы между Россией и Гватемалой подарил Анатолию Пахомову символичный нагрудный знак и картину с надписью о том, что 8 лет назад в Гватемале была решена олимпийская судьба Сочи, которая навсегда соединила два государства. Татьяна Говоркова, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.